Я построил солнечный дом на южне Кузнецка, ну, то есть дом с солнечным отношением, в котором нет солнечных батарей. Вместе с солнечных батарей у меня солнечная коллекция, причем я подчеркиваю воздушные солнечные коллекции, потому что я считаю их по какой-то превосходящим дикостью коллекции. Во-вторых, эти коллекторы по своей стоимости в десятки раз дешевле, чем те водяные коллекторы, которые мы покупаем, не знаю, и в десятки раз они дешевле, чем солнечные батарейки. Ну, и в третий, какой-то коллектор в России. И вообще, мой дом, собственно, это грипп души за тема того, что мы сегодня сидели, да, и у нас солнечные дни, у меня там 45 процентов, в Красноярском крае больше, в Иркутской области еще больше, есть области, где у нас вообще все дни солнечные. Я удивляюсь, почему мы до сих пор не применяем солнечную вот эту солнечную энергию вот таким самым простым способом. Почему мы зацеплены на то, чтобы из солнечной энергии вырабатывать электроэнергию? Бросьте это дело. Чубайс позаботился, что у вас есть дешевая электроэнергия. И никогда вы не придет займете, потому что у нас есть крест и не надо. Давайте из солнечной энергии вырабатывать просто тепло. И это будет все-таки разберем. И мы будем жить богаче, чем европейцы. Потому что в Европе всего солнца нет. И все. Они будут пользоваться традиционными источниками, например, а мы будем пользоваться солнечной энергии. И постепенно мы их опередим. И у нас придется испытать солнечные энергии. Прям цель такая опередить. И тогда уже придется тем, что будем вырабатывать из солнечной энергии электроэнергии. Вот так. Вопросы? Нет, я хочу еще раз сказать родной. Я, собственно, родной, зачем начинал. Я хочу раз. Учьи. 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 Это одна в центре. Одна. это западная сторона, восточная сторона, он покрыт весь собственного, его даже трудно назвать коллектором, он просто сначала покражен черной краской, черностойкой, а на расстоянии 5 сантиметров от этого прозрачное ограждение, оно выполнено из поликарбоната в настоящее время. Но я собираюсь сделать и стекла попробовать, то есть на западном коллекторе у меня будет поликарбонат полщиной 10, а на восточном будет, значит, утренний, на утреннем будет стеклу. И это площадь каждого коллектора по 16 метров, западный мокальный работает, восточный работает, площадь дома 25 метров, 24 внутренних площадь. И это не столько, что практически каждый собственный день наступает перегрев. Каждый собственный день наступает перегрев дома. То есть я ошибся, сделал слишком большую коллектору. Ну, я никак не собираюсь, перегрев не умел. Я просто оформил стеклу. А ночью? Ночью? Ночью, значит, гораздо хуже. Ночью солнца нет. Стены, значит, толщиной 20 сантиметров, заполненные базальтовой матой, я признаю, что это мало. И следующим этапом сейчас я буду утолщать стены. И все ветвые стены я сделаю 40 сантиметров, а вот эти, которые под коллекторами, я сделаю 30 сантиметров. Потому что коллектор, он работает с самого утра до поздней ночи, между прочей. А субтразмище появляется солнце на востоке, включается восточный коллектор, а в западном коллекторе в это время уже повышается температура. То есть дом как бы стоит в теплом помещении. Он целый день стоит в теплом помещении. Там температура повышается вплоть до того, что даже 17 градусов она может повыситься относительно уличной температуры. Еще видно было потрясающее. Я долго думал делать фундамент, а потом и стал делать фундамент. И заменил его двумя конец фразами. Первая фраза. Выбери место. И все. Вторая фраза. Делай дом каркасного типа. Дом каркасного типа очень легкий. Давление дома на землю практически меньше, чем у лыжника. Его можно на снимке стоять. Так. Значит. У мосток из коллектора проходит дом, наполняет дом, наполняет дом и проходит через щель пол. И поступает накопитель, который развлечен под полом. Накопитель состоит из пластикового бутылка. Их много. Общая масса воды 3,3 тонн. Потом начинаем. Мозду проходит через накопитель и поступает 5 коллекторов. Цифры. Цифры такие. Значит. Из коллектора выходит воздух с температурой 45-75 градусов. Поступает в накопитель он с температурой 10-20 градусов. Выходит из накопителя с температурой минус 2 градуса плюс 2 градуса. То есть в коллекторе он обливается на 75 градусов. Так. Что это? Если 3 дня солнца нет. Если 3 дня солнца нет, то я подогреваюсь электродокенкой. То есть расходы электродокенки у меня злописные, но они, в принципе, не превышают 1 кВт. Ну, по суткам. То есть меньше, чем 24 кВт в сутки. Так, например, 17 кВт. А, 17 кВт. Ну так. Сутки. 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 Сутки.